На совместном заседании сессии Брестского городского совета депутатов 27-го созыва и горосполкома с участием хозяйственного актива города представители ветвей власти подвели итоги года. Основным докладчиком выступил глава Бреста Александр Рогачук. В повестке дня отчет о выполнении ведущих показателей социально-экономического развития Бреста и прогноз на 2019-й. Оценивая работу в ушедшем году, глава города отметил положительные тенденции практически по всем направлениям. Мы выполнили все ключевые показатели и доведенные задания по экспорту товаров, по экспорту услуг, очень интересная структура экспорта услуг, по созданию новых рабочих мест и по прямым иностранным инвестициям. Но это ни в коем случае не дает нам повод и основания для расслабления, потому что год 2018-й заложил фундамент основного года нашего города 2019 года, где мы должны показать, что юбилей празднует успешный, современный, экономически самодостаточный, красивый город Брест. В части прогнозных показателей социально-экономического развития просматривается выполнение всех трех ключевых направлений, доведенных городу в декабре 2017 года, отметил глава Бреста. Объем прямых иностранных инвестиций на чистой основе составил за 9 месяцев почти 11 миллионов долларов, что на 4 миллиона выше запланированного. Обеспечен требуемый рост экспорта товаров в среднем в полтора раза, вырос и экспорт услуг. По итогам года он составил более 200 миллионов долларов. Транспортная отрасль принесла 70%, на втором месте строители, на третьем – IT-компании. Их доля – 15 миллионов долларов и большие перспективы на будущий год. Мы сейчас планируем вместе с архитектурой, вместе со всеми службами заинтересованными создать в Бресте такой своеобразный IT-кластер. Ни в коем случае не подменяя другие инновационные площадки, которые есть в городе, мы хотим в районе проспекта республики сделать такой своеобразный IT-кластер. И что самое интересное, что сами же айтишники готовы вкладывать деньги в это строительство. То есть очень интересное направление в экономике нашего города. Нельзя говорить о развитии Бреста, уверен Александр Рогачук, только в контексте строительной отрасли. Город большой, живой и сложный механизм, где много составляющих, и каждая из них важна. Например, туристическая. За год Брест посетило 17 тысяч туристов по безвизу. Туристические услуги принесли 3 миллиона долларов. Есть пример, к которому мы стремимся и который нам постоянно заставляет не расслабляться. Это город Гродно. Город Гродно в разы нас превзошел по этому показателю. И мы сейчас очень внимательно изучаем этот опыт Гродинский, чтобы Брест все-таки должен быть еще более привлекательным. Что касается туристических услуг, то мы здесь заработали более 3 миллионов долларов США в эквиваленте. Это не предел. С учетом потенциала города ставим задачу как минимум догнать наших айтишников хотя бы по итогу 2018 года. Не менее важным в повестке дня стал вопрос о бюджете на 2019 год. Его доходная часть составит около 340 миллионов рублей, расходные – почти 345. Дефицит таким образом превысит 5 миллионов рублей. Около 70% ассигнований направят на финансирование образования, здравоохранения и социальной сферы. По сравнению с 2018 годом расходы вырастут на 10-12%. Почти на 20% больше потратят на ЖКХ. Основные источники поступления в казну останутся прежними. Это налог на прибыль, НДС и подоходный налог. А также поступление от продажи и сдачи в аренду объектов коммунальной собственности. Ирина Альшова, Павел Малышонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.